Основные праздничные мероприятия сегодня развернулись на главной площади города. День России в Северлинске прошел со спортивным оттенком. Несколько десятков человек день решили начать с зарядки у дома Корабела. Массовый фитнес-марафон устроили под открытым небом. На занятиях йогой и пилатесом побывала Анна Бибикова. Чтобы быть стройным, не обязательно ходить в спортзал. Приобщаться к здоровому образу жизни можно и на улице, а лучше в праздник и на главной площади города. Сегодня это доказали северодвинские любители фитнеса. День России они решили отметить массовой общегородской зарядкой. Горожанам предложили несколько мастер-классов. Танцы, пилатес и йога специально адаптировали для даже неискушенного физкультурника. Вот тут убрать и вот тут надо. А так все будет хорошо, когда все это исправим. Мы решили не голодом себя заморить, а пойти и спортом заняться, и все, чтобы было хорошо. Коррективы в программу внесла и погода. Перед самым началом занятий тренировку решили сделать интенсивнее, чтобы народ не замерз. Те, кто занимаются, им тепло. Поэтому мы просим вообще всех зрителей как-то двигаться, хотя бы приседать или двигать руками. Вот что-то, какие-то движения выполнять, тогда будет теплее, а не просто стоять и зажавшись мерзнуть. Музыка сама подстегивается, двигаться, двигаться. Ну не знаю, как-то дома привычнее. Никого нету, все там. Что хочешь, делаешь, так вот. Первую массовую физкультуру в нашем городе провели год назад. Тогда инструкторы учили, как привести себя в форму без оборудования. В этот раз решили сделать упор на расслабление и снятие напряжения, то есть оздоровить. Идея пришла из-за границы. Подобные мероприятия проводит большинство столиц мира. Самая массовая в мире фитнес-зарядка прошла в Мексике год назад. Тогда в центре Мехико собралось почти 6,5 тысяч человек. Так латиноамериканские красавицы отметили день физической активности. Северодвинки же в День России не так активны. Пока за здоровый образ жизни 26 человек. Зарядка на главной площади сегодня длилась 4 часа. Большинство участников продержались до конца. Но несмотря на то, что из-за погоды физкультура получилась не слишком массовой, организаторы не отчаиваются. На путь к здоровому образу жизни встали еще несколько десятков северодвинцев. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.